Всем привет! Прямо сейчас оставайся с нами и смотри подборку самых горячих и свежих студенческих новостей. В эфире Универньюз в студии Регины Якупова. Сегодня в выпуске. Немецкий ум поможет российской медицине. Как стать дипломатом? Студенты на саммите Большой Двадцатки. Садыковские чтения и 100-летие Октябрьской революции. КФУ посетил профессор, которому удалось помочь более чем 40 развивающимся странам в развитии их национальной политики в области медицины. Какова цель визита известного специалиста, выясняла Аделя Шамилова. Фармацевтические компании утверждают, что высокие цены необходимы для разработок новых лекарств в будущем. И якобы невозможно обеспечить справедливый доступ к новым методам лечения абсолютно всех пациентов. Вследствие чего страдают люди, как правило, со средним доходом. Но действительно ли оправдана поставленная цена лечения? Будет ли так всегда и существуют ли другие варианты решения проблемы? Ответы на эти вопросы уже есть. Посетивший Казань профессор Хойгер Зайл готов представить практические рекомендации в решении данного вопроса. В программе посещения города особое место занял визит в Казанский федеральный университет. Мне известно, что уже несколько лет Казанский университет имеет статус федерального вуза. Я вижу, что за счет этого университет имеет хорошие преимущества для развития образования и науки. Здесь можно легко убедиться, насколько хорошо могут сочетаться и дополнять друг друга традиционные теории с использованием последних технологий и методик обучения. Большую часть дня профессор Хойгер Зайл посвятил экскурсиям по КФУ. Он узнал для себя новые подробности из истории Казанского университета, о жизни известных выпускников вуза, познакомился с научными проектами, которые взяли свое начало именно здесь. А после профессору открылись двери в симуляционный центр КФУ. Как признался сам профессор, находясь здесь, невозможно остаться равнодушным. И, что ни говори начинающим медикам, крупно повезло. Ежедневно им представляется возможность прикасаться к тому, что дано увидеть далеко не каждому. Так что тут без лишних слов понятно, кто уже совсем скоро встанет у руля науки. А дальше Милова Владислав Михневский, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялось ток-шоу «Лев Толстой и 21 век». Спикеры обсудили биографию писателя и его влияние на Россию и мир. Подробности смотри в сюжете. Ток-шоу посвящено дню рождения Казанского федерального университета и году Льва Толстого в КФУ и Республике Татарстан. Ток-шоу началось с темы «Толстой и Казань». Гений, он бы проявил себя везде. Где бы он ни оказался, он бы все равно нашел пути для своей реализации. А с другой стороны, Казань, конечно, этому очень много поспособствовала. Причем даже не те годы, которые Толстой провел просто в доме своей тетушки Юшковой, но именно университет. Без университета, который дал мощный толчок этому, может быть, все равно бы все это состоялось. То есть, на мой взгляд, гений, он все равно себя реализует. Но это было бы позже, это было бы медленнее и было бы не так. Позже были обсуждены вопросы влияния Льва Толстого на молодежь, влияние окружения и культуры того времени на писателя, причины популярности Толстого в мире и многие другие. Артем Тупичкин, Ленардо Валерьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете на базе Института международных отношений, истории и востоковедения открылся саммит «Большой двадцатки». Но с одним отличием. Участники этого мероприятия – студенты. Остальное ты узнаешь в сюжете Олега Кашина. С 17 ноября в Институте международных отношений и истории и востоковедения стартовал первый день саммита «Б-20». Это уже третья модель «Большой двадцатки», которая проводится в Казанском федеральном университете. Организатор мероприятия – Казанский клуб экономической дипломатии. Важно отметить, что теперь модель саммита вышла на новый уровень и стала всероссийской, поэтому принять в ней участие смогли не только студенты Казани. Что для нас очень важно, модель наконец стала всероссийской. То есть не только для казанских студентов. «Большой двадцатки» – это площадка для того, чтобы студенты могли отточить свои навыки в публичной дипломатии, выступлении, самопрезентации, а также в умении находить компромисс. Они в течение работы комитетов будут писать декларацию. Декларация – это решение конкретной проблемы, поставленной в повестке дня комитета. В этом году саммит будет работать два дня и закончится 18 ноября. В рамках мероприятия было создано четыре комитета, каждый из которых не только занимается своей тематикой, но еще и проводится на разных языках. Олег Ашина, Роман Самарин, Универньюз. Первичной профсоюзной организации студентов КФУ исполнилось 30 лет. Настало время подвести итоги. О них и пошла речь на прошедшей конференции. Подробности далее. 17 ноября Департамент по молодежной политике совместно с Первичной профсоюзной организацией студентов КФУ организовали и провели девятую отчетную конференцию правкома студентов, находящиеся на страже прав обучающихся. В этом году мероприятие приурочено к 30-летию со дня основания организации. В качестве почетных гостей приняли участие представители администрации КФУ, лидеры студенческих общественных организаций федеральных университетов России и вузов Приворского федерального округа. Участники поделились мыслями о том, что администрации студенты университета должны выстраивать доверительные партнерские отношения. Совместная работа должна быть направлена на благо студенчества и в целом коллектива университета. Лидеры студенческого самоуправления смогли задать гостям интересующие их вопросы и обсудить перспективные предложения. Адель Шамилова, Андрей Богудинов, Универньюз. Проводить научно-образовательную конференцию «Садыковские чтения» стало уже доброй традицией. На этот раз темой конференции стало «Столетие Октябрьской революции». Подробности смотри в следующем сюжете. На базе Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского университета проходит юбилейная международная научно-образовательная конференция «Пятые Садыковские чтения». Конференция носит имя заслуженного профессора Казанского университета доктора философских наук Марата Садыкова. В этом году конференция посвящена теме «Столетие Октябрьской революции», что отражено в ее названии «Революции традиции». Попытается найти вопросы или ответы на вопросы вечные. Как случилось так, что это событие произошло, какие уроки преподает нам «Столетняя история» после октября, готовы ли мы извлечь пользу из этих уроков. В конференции принимают участие гости из различных городов России, а также студенты из Китая и Вьетнама. Есть резон тех людей, которые находятся у власти, прислушаться к тому, что говорит академическое, университетское, профессиональное научное сообщество. Конференция «Садыковские чтения» завершит свою работу 18 ноября. Анна Глазунова, Леонардо Вильтяров, Универтньюз. В Казанском федеральном университете состоялся круглый стол. Без прошлого нет будущего. Диалог поколений. Он посвящен столетию Великой Октябрьской социалистической революции. Подробнее смотри в сюжете Артема Тупичкина. На мероприятии студенты получили возможность обсудить вопросы о взаимодействии поколений с учеными, ветеранами комсомольских организаций и членами политических партий. Одной из главных тем для обсуждения стал вопрос, могут ли старшее и молодое поколение помочь друг другу. В ходе диалога был выявлен ряд проблем во взаимодействии поколений. Люди, родившиеся в разные десятилетия, по-разному воспринимают прошлое. Следующей выявленной проблемой стало различие в базе знаний. Также одной из проблем стал язык, поскольку каждое поколение говорит со своими особенностями. Круглый стол без прошлого нет будущего призван разрешать подобные вопросы путем обсуждения между людьми разных возрастов. Артем Тупичкин, Ленардо Валитьяров, Универ Ньюс. Диалог культур состоялся в Казанском федеральном университете. Студенты из различных стран мира представили свою культуру и традиции на галоконцерте фестиваля «Мозаика народов мира». В центре событий побывала и наш корреспондент Анна Глазунова. Яркие красочные костюмы студенты из разных стран мира, общающиеся на различных языках. Все это можно было увидеть на галоконцерте фестиваля иностранных обучающихся Казанского университета «Мозаика народов мира». Мы представляли Грузию, выступали с номером с кавказским танцем. Мы готовились достаточно долго, уже с сентября мы начали подготовку зрителям. Мы пытались передать красоту кавказской культуры, кавказских народов. Здесь были представлены и колоритная Мексика, и богатые традиции Казахстана и Узбекистана, и Дикий Запад, и яркие красочные страны Африки. Иностранные студенты и аспиранты Казанского федерального университета представили культуру стран, из которых они прибыли, а также показали все свои таланты. Анна Глазунова, Владислав Медневский, Универ Ньюс. На сегодня это все. Всем хорошего настроения. Пока-пока.